МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Армянские саперы разминировали 185 209 квадратных метров территории в Сирии с первого дня миссии. Франция вводит санкции против Турции. Канониста Марианна Геваркяну достоилась главного приза всемирного конкурса фестиваля. Порт-Ассар, расположенный в провинции Урфа в Западной Армении, который уже два года входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, привлекает тысячи посетителей из многих стран мира, от Европы до Дальнего Востока, от Америки до Африки. Порт-Ассар, который был закрыт в течение примерно трех месяцев в этом году из-за эпидемии коронавируса, стал самым посещаемым историческим местом в рамках виртуального музейного приложения Министерства культуры и туризма. В связи с процессом нормализации, который начался 1 июня, Порт-Ассар продолжает принимать посетителей, соблюдая соответствующие правила социальной дистанции и гигиены. Ожидается, что число посетителей исторического места будет расти день ото дня. Существует потенциал для привлечения 2 миллионов посетителей в регионе. 2 июля в 6.11 утра по местному времени сейсмологической сетью службы сейсмической защиты МЧС в Армении зарегистрировано землетрясение в трех километрах к юго-востоку от села Мармарашен Араратской области с глубиной очага в 10 километров, магнитудой в 2,6. Об этом Армен Пресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении. Сила подземного толчка в эпицентре составила 3 балла. Землетрясение ощущалось в городе Арташат и селах Двин, Мармарашен и Араксаван силой в 2-3 балла. Президент Артсахара Икарутюнян в прямом эфире 2 июня представил положение президентское и на 2020-2025 годы, которые были опубликованы 29 июня. Президент в частности заявил, что нам ежедневно нужно повышать уровень нашей боеготовности и через 1,5-2 года мы добьемся значительных успехов в этом направлении. То, что мы видели в последние 2-3 года с точки зрения повышения боеготовности армии и изменения социально-бытовых условий, будет и впредь продолжаться, отметила Рутюнян. Все, по его словам, обусловлено экономическим ростом и показателями. Уже в 2021 году у нас может быть двузначный экономический рост. В программе говорится также о 5000 новых рабочих мест в год, но их будет гораздо больше. Нам понадобится серьезная рабочая сила в сфере строительства сельского хозяйства и переработки, пообещал новоизбранный президент. Также было объявлено о том, что в ближайшие 5 лет будет построено не менее 80 километров дорог. В деревнях, в которых нет газа, цена на электроэнергию в сентябре пронизится на 14 драм, заверила Рутюнян. Пятая группа армянских гуманитарных саперов, врачей и специалистов, обеспечивающих их непосредственную безопасность, 16 июня выехала в Сирийскую Арабскую Республику. Как сообщили «Армен Пресс» в Центре гуманитарного разминирования и экспертизы, 19 июня ген-консул Армении в Алеппо Армен Саркисян встретился с прибывшими в Алеппо армянскими специалистами пятой группы и пожелал им успехов. 29 июня представитель группы, осуществляющей гуманитарную миссию в Генеральном консульстве Республики Армении в Алеппо Аркадий Тунуян встретился с руководителем Даниш Рефуги, консул Брэнды, Флорс и ее аппаратом. В ходе встречи с руководящим составом были обсуждены возможные варианты сотрудничества гуманитарной группы и офиса в программах информирования об опасности мин и помощи пострадавших от мин. В июне саперы пятой группы, осуществляющие гуманитарную миссию в Алеппо, разминировали 2450 квадратных метров, за минированной территорией обнаружили три мины в ВОК-17, а также самодельные взрывоопасные предметы. Таким образом, с первого дня миссии было разминировано 185 209 квадратных метров территории, из которых сирийским властям были выданы сертификаты на 142 тысячи квадратных метров территории. Медицинская группа пятой гуманитарной группы Армении в условиях эпидемических ограничений оказала медицинскую помощь 646 местным жителям. Таким образом, с февраля 2019 года по сегодняшний день медпомощь была оказана почти 14 тысячам пациентам, говорится в сообщении Центра. Во Франции собираются учредить санкции против Турции на фоне нарушения эмбарго ООН в отношении поставок оружия в Ливию, в котором первый обвиняет в последнюю. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Передает издание Reuters. Как заявил чиновник, в рамках последних французских парламентских слушаний вопрос санкций против Турции страна рассмотрит 13 июля во время встречи с другими главами МИД и стран ЕС. По нашей просьбе, 13 июля состоится встреча министров иностранных дел ЕС исключительно по турецкому вопросу, отметил он. Отметим также, что в среду 1 июля Министерство обороны Франции направило официальное письмо в НАТО, в котором известило организацию о своем прекращении участия на полях военно-морских учений Sea Guardian. Это связано с действиями Турции, которая у берегов Ливии вступила в конфликт с французским кораблем. Также страна продолжает разжигать военный конфликт на территории Ливии и нарушает эмбарго НАТО на поставку оружия в регион. Канонистка Мариана Геваркена держала победу на международном конкурсе в фестивале World Folk Vision. Она заняла первое место. Как передает Армен Пресс, об этом Мариана написала на своей странице в Facebook. На всемирном конкурсе фестиваля мы одержали победу. Моя глубокая признательность всем вам, написала канонистка. Участвуя в конкурсе, проводимом на онлайн-площадке, Мариана представила национальный инструмент «Канон», исполнив композицию сайта «Новый Эшэхэн Мэтт». Отбор проводился в течение месяца. В конкурсе приняли участие представители 115 стран, но из 3950 участников в полуфинал вышли 180 участников из 60 стран. Среди них оркестры, хоры, сольные исполнители. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню Гаруна в исполнении Изабель Байракторян. Субтитры создавал DimaTorzok Все видео представлены на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!